Посидив древнерусский город Суздаль, я решил отправиться в Кострому. Еще один город, входящий в Золотое Кольцо России. Основан он был самим Юрием Долгоруким в 1152 году. Город находится на стрелке рек Волги и Костромы. В честь второй, предположительно, он и был назван. Добро пожаловать в Кострому. Я сейчас на территории Свято-Троицкого мужского монастыря. Это главный храм Костромы с удивительной историей. Здесь есть палаты боярий романовых. Здесь были многие президенты России. И вообще это место, конечно, пропитанное историей. И история эта, повторюсь, очень удивительная. У места впадения реки Костромы в Волгу находится Свято-Троицкий и Патьевский мужской монастырь. Объект культурного наследия нашей страны и главный храм Костромы. Территория у монастыря небольшая. И многие его части закрыты для посещения. Но, тем не менее, это обязательное место, просто обязательное для посещения в Костроме. Вход сюда платный в зависимости от возраста, категории граждан. 100-200 рублей. Если вы хотите снимать, вот как сейчас снимаю я, вы заплатите еще 100 рублей. Также есть гиды, можно заказать экскурсию здесь на месте. Колобиль династии Романовых. Именно здесь находился юный Михаил Романов, когда его избрали царем. Каждый следующий наследник престола, пометуя об этом, щедро одаривал обитель редкими книгами, иконами и предметами искусства. Главным действующим храмом обители является Троицкий собор, украшенный иконописью, монументальной живописью, выполненными лучшими мастерами своего времени. Изначально он был выполнен из дерева, но в 16-м столетии был отстроен в камне. КОСТРОМСКОЙ СЫР Кстати, Кострома славится своими сырами, а Костромской сыр входит в топ 100. Сыров России. Предполагаю, что адыгейский сыр может определенно дать бой Костромскому. В Костоме, кстати, есть музей сыра, можете посетить. Я сейчас по мосту еду. Такой ремонт идет, полуразбитый. Вообще, кстати, дороги тут заставляют желать лучшего. Сам город, конечно, небольшой. 380, по-моему, тысяч человек. Вообще на машине передвигаться очень быстро, удобно. И я еще ни разу не стоял в пробках. И я вот какую локацию не вобью, мне до любой точки, ну, такое, 10 минут, 12 минут ехать. То есть все близко. Пожарная Каланча, она же наблюдательная башня, была построена в 1827 году для борьбы с пожарами. Высота Каланчи 35 метров. Я остаюсь абсолютно в обычной, стандартной гостинице без излишеств. Три звезды, шелестов. Она не то чтобы в центре, пешком 20 минут от центра. У меня номер, получается, 3800. Это с завтраками и с доп-кроватью. Вообще трешки здесь, номера, трехзвездочные отели в смысле, номера от 2000 где-то. Абсолютно недорогие, то есть нормальные цены. Кострома первый город России, у которого появился герб в 1767 году. На гербе увековечена галера Тверь, на которой сюда добралась императрица Екатерина II. Друзья, если вы хотите почувствовать, какими были рынки несколько столетий назад, то вам сюда. Мы по-прежнему в центре Костромы. Здесь по-прежнему работает эскаватор. Место это называется Красные ряды. И также они называются гостиным двором. Отсюда, по сути, начиналась торговля в Костроме. Если вы проголодаетесь к моменту посещения этого места, то вам можно посетить местную чебуречную, где вы можете скушать чебуречек. Ребята, вот здесь на центральном рынке самые демократичные цены. Пирожок с капустой 20 рублей, с мясом и луком 39 рублей, эклеры по 25 рублей. В общем, можно два пакета пирожков набрать, всяких разных заплатить 200 рублей и пойти гулять. Торговые ряды – старинный купеческий центр, занимающий несколько кварталов. Здесь можно найти всевозможные продукты, сувениры и многое другое. А впереди на Волге виднеется старая пристань. Такой, чем-то мне отдаленно напомнило Сан-Франциско. Ну, были мы в ваших Сан-Франциско. Куда им до старой пристани в Костроме на Волге? Гуляя по центру Костромы, вы также можете направиться в центральный парк, отдохнуть в беседке Островского, посетить филармонию, планетарий и цирк, а также полюбоваться на Волгу и ее причалы с улицы Первого Мая. Или позагорать на городском пляже на Лесной улице. Редактор субтитров А.Семкин